Продолжаются профилактические мероприятия в рамках месяца кибербезопасности. Ответственные лица призывают граждан быть более бдительными, не переводить денежные средства незнакомым людям, не диктовать смс-код, полученный на телефон, не разглашать личную информацию. Разъяснены также основы цифровой грамотности. По словам специалистов, основная причина роста преступлений в интернете – недостаточная цифровая грамотность граждан. Мы живём в эпоху цифрового мира, и всё то неприятное, что может случиться с нами в реальном мире, может произойти и в виртуальном. К сожалению, это обосновано и статистикой. Из года в год растёт как число, так и виды афёр в интернете. Потому должное внимание Министерства внутренних дел уделяется повышению киберкультуры граждан. По инициативе руководителя страны, сегодня были усилены меры по предотвращению подобных случаев. И цель организуемых мероприятий в рамках месяца кибербезопасности – повышение осведомлённости людей. На встрече, прошедшей с участием сотрудников ОВД Канемехского района Новоиска области, Центра кибербезопасности, Средств массовой информации и молодёжи, говорилось о методах, которыми пользуются злоумышленники в сетях, чтобы завладеть чужим имуществом. Поэтому очень важно быть бдительным, не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не предоставлять данные о платёжной карте третьим лицам. Мероприятия в рамках месяца кибербезопасности проходят и в Бухарской области. Очередная встреча, посвящённая разъяснительной беседе, состоялась в Апкенском районе. Рассказали специалисты о новых видах мошенничества, в которых, в частности, злоумышленники под видом сотрудников банка могут звонить и запрашивать данные о платёжной карте якобы для повторной идентификации владельца. Ещё один популярный вид обмана – когда продавец выставляет товар на продажу, к нему на связь выходит якобы покупатель и отправляет ему ссылку, убеждая перейти по ней для получения оплаты за товар. Однако стоит перейти по ней, как у продавца списываются средства с карты. И таких случаев было немало. Об этих и других разновидностях махинаций ответственные сотрудники органов внутренних дел подробно информируют граждан в ходе каждой встречи. Мероприятия в рамках месяца кибербезопасности продолжаются.